Аппаратное совещание Не только поблагодарить жителей Ульяновской области, граждан Ульяновской области, граждан Российской Федерации за воли изъявления, но одновременно призвать все политические партии и Единую Россию, и Коммунистическую партию Российской Федерации, и Партию Коммунистов России, и ЛДПР, Либеральной Демократической партии России, и Широкая Коалиция к объединению своих усилий на благо жителей Ульяновской области. Кубернатор обозначил задачи, которые предстоит выполнить в ближайшее время в связи с новой расстановкой политических сил. Первая заключается в формировании органов представительной власти. Вторая – в создании модели работы с исполнительной властью. В-третьих, в повестку дня должны быть вписаны законопроекты, которые принял предыдущий состав законодательного собрания. Сергей Морозов дал оценку и однопартийцам по Единой России по итогам прошедшей избирательной кампании. Эта партия победила. Эта партия победила везде. Ни в одном муниципалитете эта партия не проиграла, формируя, за исключением только Димитровграда, формируя местные органы власти, формируя региональные органы государственной власти. Эта партия несет на себя весь груз ответственности за настоящее и будущее страны. После этого губернатор сообщил о подготовке документа, который позволит жителям области оценивать качество услуг, представляемых исполнительной властью. Если они будут оценивать услуги неудовлетворительными оценками, то руководители школ, детских садов, разных учреждений, в том числе и наши с вами, будут влечь публикот освобождения от занимаемой должности. Продолжается обсуждение изменений в пенсионном законодательстве. Губернатор распорядился создать специальные консульционные центры для граждан предпенсионного возраста при каждом центре занятости. Они должны будут содействовать трудоустройству и занятости представителей старшего поколения. Обучение трудовым навыкам ждет и представителей молодежи. С 2019 года на базе опорных школ и среднеспециальных учебных заведений начнут создаваться центры инсталляции рабочих профессий. Именно в центрах инсталляции у школьников, мы говорим о них, появляется возможность попробовать себя в любой профессии. Погрузиться в условия, приближенные к реальным производственным мощностям, оборудованию, соответствующими там, где нам нужно. Мы будем точно приобретать и симуляторы, и тренажеры, и где-то даже необходимую технику. В заключении аппаратного совещания поговорили о благоустройстве. Губернатор отметил, что в скором времени будет значительно усилен градостроительный блок областного правительства. Обкатать систему работы решено на примере нового города. Я обратил внимание на огромное количество просто откровенного несоответствия сегодняшним требованиям, если хотите, каким-то ожиданиям населения. Сплошь и рядом грязь, бардак, разбитые там тротуары, плитки, отсутствие где-то уличного освещения. Вот эти нестационарные торговые объекты, которые еще даже давно-давно уже морально и физически устарели. Губернатор поручил создать рабочую группу, которая займется анализом архитектурного облика нового города. В нее войдут как местные специалисты, так и приглашенные эксперты из других регионов. Их выводы первоначально будут распространены на новый город, а затем станут стандартом работ со всеми жилыми кварталами и населенными пунктами области. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости дня, Ульяновская правда.